КОНСТАНТИНА КОТОВА КОНСТАНТИНА КОТОВА Это третий за год случай применения так называемой «Дадинской статьи» по фамилии первого и единственного осужденного. В 2015 году к реальному лишению свободы приговорили активиста Ильдара Дадина. Приговор позже был отменен, а Конституционный суд постановил, что лишать свободы по этой статье можно только в случаях, если мирные акции перерастут в беспорядки. В деле Котова три административных постановления за акции в поддержку нового величия Ивана Голунова и кандидатов в Мосгордуму с мая по июль. В четвертый раз активиста задержали 10 августа в сквере у памятника героям Плевны рядом с администрацией президента после многотысячного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова. По данным обвинения, Котов принял участие в несанкционированном митинге и в четвертый раз нарушил соответствующий закон. Следствие потребовало заключить его под стражу. Защита предложила отпустить Котова под залог. Его была готова внести журналист и общественный деятель Виктория Ивлева. Она назвала Котова близким другом. Такая прекрасная дружба. Я очень ее ценю, очень ценю Костю, потому что это такой легкий, исключительный надежности, доброты и благородства человека. В ходе заседания адвокат Мария Эйсмант упомянула поручительство за Котова от семи муниципальных московских депутатов, в том числе глав районов, политика Григория Явлинского, писателей Людмилы Улицкой и Виктора Шендеровича, режиссера Олега Дормана. Защита напомнила, что Котов был готов самостоятельно явиться на допрос в Следственный комитет. Настаивала на том, что вменяемая Котову статья средней тяжести по аналогичным делам активистов из Коломны и Шиеса не потребовались заключения под стражу. Обвинение непреклонно. Без ареста Котов может скрыться от следствия или попытаться уничтожить улики. При обыске у него изъяли плакаты в поддержку политзаключенных. Суд поддержал. Два месяца ареста. Реакция поручителей предсказуема. Позор! 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 Преступлению ненасильственную, средней тяжести, человеку ранее несудимому, имеющему московскую регистрацию, имеющую огромное количество поручителей, выбирается мера пресечения в виде взятия под стражей. Это, конечно, нехороший сигнал. Не то, чтобы он не был совсем ожидаем, потому что, к сожалению, ситуация, в которой проходит нынешний процесс, она отличается политическая в худшую сторону от тех ситуаций, в которых проходили процессы предыдущие. Адвокат Мария Эйсмант рассказала, что дело ведут шесть следователей. Завтра следственные действия продолжатся. Ее подзащитный все это ожидал, но и в этой ситуации расспрашивал о новостях по делу «Новое величие» и украинских моряках, задержанных в Керченском проливе. В ходе заседания он заявил, что считает претензии в свой адрес политически мотивированными и направленными на то, чтобы запугать других участников акции за независимых кандидатов в Мосгордуму. Вобода в полиции защищенных! Вобода в полиции защищенных! Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.